МОСКОВСКАЯ КОМСОМОЛКА И одним из направлений там было, условно говоря, мочить Хинштейна. Там был целый ряд Димы Быковых написан, материалов по поводу вас. Вы чем-то досадили именно Бориса Абрамовича, или вы являлись человеком, который персонифицировал, допустим, московский комсомолец и вообще его политических оппонентов того периода? Я думаю, что здесь в первую очередь личная неприязнь Березовского ко мне была. То есть вы были знакомы? Наш знакомство трудно назвать знакомством. Мы с ним виделись, наверное, в жизни раза два. Еще раз два разговаривали по телефону. Но где-то начиная с 1998 года, то есть еще в тот период, когда Березовский был в силе, я начал писать материалы достаточно жесткие, критичные. Потом был небольшой период, когда показалось, что время пришло, когда пришел Примаков, и по моим материалам начали возбуждаться дела. Известная история с частным охранным предприятием «Матол», которое, собственно, я тогда раскопал. Было там возбуждено дело по ОРТ, по контрабанде. Потом этот период небольшой прекратился, Березовский снова оказался на коне. Но он сам это многократно говорил, что я Хинштейну никогда не прощу от того, что он писал про меня и сравнивал меня. Ему особенно, я помню его особенно, ну, опять как помню, исходя из того, что он публично заявлял, писал в интервью, рассказывал журналистам, что я его сравнивал, значит, с собакой. Но это было не совсем так. Я в одной из публикаций, как раз касающейся вот этого частного охранного предприятия «Атол» вспоминал бессмертного швейка Гашика и описывал там, значит, рассказ швейка о том, как в одной семье подобрали заблудшего пса, значит, а он пришел в себя, значит, и всех искусал, все заболели бешенством, его пришлось усыпить. Вот, и, по-моему, материал у меня заканчивался, значит, он был бешеный, поэтому его усыпили, но не назначили замсекретаря Совета Безопасности дополнительным секретарем СНГ. Потому что, ну, я не мог объяснить метаморфоз. То есть, ты, с одной стороны, вроде на семью работаешь, их защищаешь, с другой стороны, ты за ними следишь, пьешь и прослушаешь. Семья, ну, мы должны объяснить, для зрителей к вам Ельцина, потому что, может, некоторые уже забыли. Да. Ну, вот, это, знаете, интересный сейчас такой момент, как коснулись. То есть, это вот к вопросу о том, оппозиция, она за деньги или за идею. Вот господин Быков, который мы упомянули, который тогда посвящал свое перо вашему покорному услуге, ну, как следует из ваших слов, это делал не по убеждениям, а за деньги. Вы знаете, по убеждениям, потому что... То есть, Березовский для него был лучше, чем я? Абсолютно точно, и для меня тоже, потому что мне казалось, что приход Примакова и Лужкова, вот, отечество, да, ведь это казалось, будет означать конец моей профессии, что свобода слова просто будет невозможна. А при Березовском будет свобода и демократия? Березовский, при массе, конечно, вещей, которые, ну, я, в общем, отважился бы назвать, ну, преступными вещами, при том, что он развалил страну, он, не знаю из-за чего, но был весьма-весьма лоялен к журналистскому церкви. С этим трудно с ним не поспорить. При Ельцине, она была, ну, просто удивительная, мне там пришлось стажироваться и в Нью-Йорк Таймс, в Америке, я могу сравнивать, такой свобода слова, которая была в 90-х, ну, там, надо мной смеются некоторые, ну, реально, я вот сравниваю, такой не было нигде.